Всем привет! Сегодня 7 марта, Московская область, и хочу показать рассаду на своих подоконниках. Ее не столь много, но основные посевы я буду делать в марте месяце, это уже совсем скоро. Итак, самый первый посев это овсяницу, сеяла голубая кочка. Выглядит довольно-таки хорошо. Посев от 21 января и перевалку я сделала 23 февраля в пол-литровые стаканчики по 2 штуки. Земля своя, уход самый обычный, полив, рыхление, да, рыхление практически ежедневное. И 1-2 раза в неделю я забрызгиваю, потому что в квартире довольно-таки сухой воздух. Затем сеяла лаванду узколистную, это снежный иней от биотехники, белая. Такого сорта у меня еще нет. И выглядит она тоже вполне прилично. Посев от 3 февраля, перевалку я сделала 19.02. Посев у меня снят, можно посмотреть, я оставлю ссылку. Кустики довольно-таки хорошенькие. Я их не прищипывала, потому что они у меня не тянутся, такие крепыши. И дают также в пазухах дополнительные побеги. Из 15 семян, которые находились в этом пакете, у меня зашло 8 штук. Вот которые крупные, они выскочили сразу. Затем, видите, вот такие есть маленькие, которые только-только начинают давать первый настоящий листик. А это вообще последующие, видите, они еще в 7 долях. Но я их тоже рассадила в стаканчик. Здесь 0.2 мл. Две штучки. Так что, если лаванда первые всходы есть, не спешите выбрасывать плошку, потому что возможно, что еще будут всходы. Вот как, например, у меня очень неравномерные всходы из 15 штук 8 у меня взошло. Я надеялась, честно сказать, на 10. На 10 кустов. Но считаю, вот всхожесть 50%. Я считаю, что это не очень, потому что семена довольно-таки дорогие. Теперь у меня питунья. Да, хочу сразу сказать, все, что здесь находится, все, что я сейчас выращиваю, я выращиваю под лампами. Так, следующая питунья пошла у меня. Это мамили лак. Было в пакете 5 штук. Взошло 3 штуки. Высевала я их 23 февраля. Между прочим, есть видео. Выглядит она вот так. Это мамили лак. Это от биотехники семена. Вот такая. Питунья красивая. Это каскадная, ампельная. Затем у меня идет Опера Суприм. Тоже было в пакетике 5 штук. Взошло 24. Ну, посев у меня от 23 февраля. Выглядит так. Чуть-чуть она отстает. Опера Суприм. Вот она, тоже от биотехники. Дальше уйдет Ультра Перл. Было в пакетике 15 семян. Посеяла 10. Зашло 7. 25 числа посев. Выглядит вот так. Ультра Перл. Сейчас я... Не Ультра Перл, все-таки, а Ультра Плюм. Неправильно я написала. Вот так она выглядит. 15 семян здесь было. Ультра Плюм. Следующая. Это Мами Уайт. Тоже от биотехники. Было 5 семян. 5 взошло. 23 числа высевала. Конечно, отстает она. Видите, совсем она крошечная. Сейчас я покажу, как она выглядит. Ну, кому интересно, можно видео посмотреть о посеве. Вот. Это тоже такая каскадная. И теперь разочарование года. Я прям не ожидала от биотехники, что у меня не зайдут семена крупноцветковые. Питунии это Дэдди Блюм. Вот из 15 семян ни одно не взошло. Я вот эти крупноцветковые, я поставлю фотографию, вот вы видите. Общая плошка. Я их посеяла по 10 штук в одну плошку. Вот. И взошла только красная Ультра Плюм. Я ее уже рассадила. Вот она она. По-моему, даже, знаете, не 7 зашло. Там было или 8, или 9 сходов. И при пересадке я это загубила, в общем. Я разочаровалась. Но у меня еще этих семян оставалось 5 штук. Так как я по 10 же сеяла. Я решила, что может быть проблема в грунте. Хотя в одной плошке один сорт всходит, другой нет. Но странно. Я решила посеять в таблетке. Думаю, ну что, у меня будут по 5 семян эти валяться, этих крупноцветковых питуний. Посею. И вот смотрите. Это взошла у меня Ультра Плюм. Из 5,4 взошло. Это крупноцветковая. И вот Дэдди Блюм. Ни одного нету всхода. Я думала, что что-то неправильно сделала я. Но это все уже. Я окончательно убедилась, что это просто семена невсхожие. Вот невсхожие. В общем, разочаровалась. Хотя, знаете, вот семена же не дешевые. Что хочу. Что обидно. Так что здесь у меня, я посеяла в таблеточку, это сурфиния цунами. Я купила, потому что один сорт у меня вообще не зашел. Ну что делать? 5 штук посеяла 4 марта. Но еще всходов и ничего пока нет здесь. Сейчас я ее покажу, как она выглядит сурфинием. Вот такая. Серия цунами, сиреневый шар. Вот 5 штучек посеяла. Взойдет, не взойдет уже. Так, дальше у меня сельдерей корневой. Так, посев 7 февраля. Гигант Даниш. Я посеяла. Довольно-таки хорошо взошел. Я уже не стала здесь писать, когда у меня появились первые петельки. Но начал сходить он через дней 12. Вот минимум. 12-14 дней он хорошо начал прорастать. Всхожесть была очень хорошая. Это сейчас я уже прорезила. Потому что был плотный посев. Я в рассыпную сеяла. Семена были не гранулированы. Поэтому была густая всхожесть. И я прорежу. Мне нужно для высадки в грудь всего лишь 15, но может быть максимум 20 корней. Здесь их будет корней 50 точно. Прорежу. Через недельки-полторы я их буду уже пикировать в отдельные емкости. Дальше у меня фуксия. 29 февраля я ее купила. И 29 февраля я ее прищипнула. И выглядит она вот так. Захотелось мне фуксию. Я была недавно, вот как раз 29 февраля на ВДНХ. И купила себе вот такой череночек. Название прям я не скажу. Потому что она такая мудреная. Я вставлю фотографию. Посмотрите какая она. Давно мечтала о фуксии. Но все не решалось завести. Думаю начну я с одного черенка. Попробую. Потому что никогда сама лично не выращивала. И мама у меня тоже никогда не выращивала фуксию. Так. Дальше. Еще одно разочарование. Сеяла камнеломку. А вот сейчас, когда посеяла, я уже ее не помню, когда сеяла. Так. Ну, особо показывать нечего. Ничего не взошло. Я снимала видео, как я ее сеяла. Нету всходов. Вот вообще ничего. Ни наклевчика никакого. Ну, хоть бы одно взошло из двух пачек. Нет. Держу. Еще подержу буквально с недельку и выкину. Так. Дальше. Дальше я посеяла, конечно же, лабелию. Лабелию у меня хорошо взошла. Сеяла белый каскад. Значит, кустовая для разбитого горшка высадки в клумбу у меня кустовая. Это мисклибран. Понравилась мне еще серия фонтан. Такая вот смесь. Красную посеяла. И голубой каскад. Вот сколько получается. Пять видов. Вот. Это белая взошла отлично. Села в таблетки. В россыпь. Ну, по четыре таблетки получилась. Это белая. Это у меня голубой фонтан. Здесь красная. Здесь вот смесь. И кустовая. Здесь я посеяла петунию. Еще петунию. Все мне мало. Ну, я разочаровалась в этом пакете. И начала сеять. Еще докупила. Вот такие всходики уже. По две штуки сеяла. Сейчас скажу, когда. Записала. Петуния называется отражение. Посев 29 февраля. И начала всходить. Она у меня 5 марта. Вот такие крошки еще. Вот. По две штуки. Здесь две взошло. А здесь вот по одной. Но я еще жду, что вот здесь, видите, такая наклевывается. Вот такая петелька. Тоже будет две. А здесь я не знаю, будет или нет. Но схожесть очень хорошая. Сейчас я посмотрю. Такая петуния отражение. Это смесь красок. Очень мне понравилось. Знаете, чем здесь идут краски. Тон один. А краски от темного к среднему и к самому светлому. Видите, как красиво получается. Здесь было 10 дрожжей. Посеяла я 8 по 2 в таблетке. Схожесть отличная. И здесь еще вот 2 дрожжей у меня осталось. Очень красиво. Это плазменные семена. Схожесть просто отличная. Так. Прикрываю еще до сих пор. Но вот с такой щелочкой. Все. Она у меня уже дышит. Здесь я посеяла. Видите, пакетиком накрыла. Это перец. 10 сортов. Замочила я 2 марта семена. И посеяла 3 марта. Я семена замачиваю просто для набухания. Я не до проклева. Семена набухли. Все отлично. Сразу высеваю. Как-то таким образом. Здесь у меня уже отличные всходы. Посеяла баклажаны. 10 штук. Это гибрид Валентина называется. 2-го 0-3-го посеяла. И петелька вчера самая первая появилась 6-го 0-3-го. Это вот уже начали раскрываться 7 дольки. Это самая первая петелька. А уже за ночь, видите, они и выскочили. Получается 3, 5, 6, 7. 7 петелек из 10. Уже хорошо. А с этой стороны я посеяла король севера. Не, король рынка. Опять неправильно написала. Всего лишь 5 штук. Тоже 2-го марта. Но пока здесь вообще ничего. Даже если у меня вот взойдут 10 штук, это будет отлично. Потому что я баклажаны в этом году буду выращивать в мягких контейнерах. Не буду высаживать их просто в грунт. Мягкие контейнеры будут находиться у меня в открытом грунте. Вот король рынка. 5 штук я посеяла. И купила Валентина. Да, это гибрид. Это мне посоветовали. Сказали, купи. Очень хорошее. Вот в этом году буду выращивать всего лишь 2 сорта баклажан. Без них наша семья не может обойтись. Потому что мы все лето жарим на костре баклажаны, перцы, томаты. Это, мне кажется, самая лучшая еда летом. Схожесть отличная. Баклажаны. Вот. Будем ждать теперь король рынка. Тоже стоит уже открыто, под светом. И просто сбрызгиваю, чтобы не пересыхала почта, чтобы сходили. Так, с этой стороны подоконника у меня луки. С луками вообще тоже история. Так, я его сеяла на видео. Можно будет посмотреть. Первый лук это сторон. Начал он сходить, наконец-таки. Довольно-таки хорошо. Дружно, я считаю. Значит, посеяла я его 17.02. По-моему, правильно я записала. То ли 16, то ли 17. А петельки первые появились 4 марта. Это довольно-таки долго, я считаю. Но лук больше 17-20 дней. После посева я не держу. Вот 20 дней я ему даю на всходы. Если не зашел, я могу все это выбрасывать. Ну, в плане убирать. И если вы хотите, пересевайте. Если нет, все, значит у вас рассады лука нет. Ну, я подождала. Вроде бы, вроде бы, видите, как он хорошо-хорошо начал сходить. Уход у меня сейчас никакой. Самое главное, они стоят у меня сейчас под лампами. На прохладном подоконнике уже они не стоят в тепле. Именно прохладный подоконник. Только по цветам. И как только он весь-весь у меня уже взойдет. Ну, процентов хотя бы 90-95 я увижу уже в сходы. Я его уберу просто на холодный подоконник без света. Чтобы он не вытянулся у меня. Чтобы он был такой, знаете, крепенький. Вот так. Это лук эксибишн. Тоже есть видео, кому интересно, посмотрите. Начал сходить потихоньку. Но сказать, что сходы такие прям равномерные, дружные. Но не скажу. Вот как попало, тоже всходит. Но, слава богу, начал сходить. Вот, сейчас я покажу. Значит, посеяла 20-го. А петельки появились самые первые. Там 1-2 петелька. А 0,5 марта тоже всходил. Получается, долго. Но начал сходить. И это хорошо. Так. То же самое. Они у меня все стоят в одном месте. Я его сюда поставила. Здесь у меня тепло. Просто я в одну кучку. У меня есть еще подоконник более холодный. Здесь тепло. Так. И у меня еще есть лук репчатый колобок. Я посеяла. Потому что я сейчас вам покажу, сколько мне семян подарили. И был лук. Колобок. Я его тоже посеяла. Думаю, ну почему бы нет. И вот всходы. Видите? Очень неравномерные. Ну это вообще. Кто-то уже вылез очень давно. Кто-то только-только. И всходы прям маленькие. Честно вам скажу. Посев был 22-го. А петельки появились 29-го. Довольно-таки быстро. Самая петелька первая появилась. Вот. Которую уже, видите? Прям выпрямились. Но всходов мало. Вот видите? Что это такое? Здесь если взошло, что к 10. Ну все. Не знаю. Буду я его держать. Постоит еще. Я посмотрю. Если будут вот такие всходы, я уберу. Потому что мне смысл здесь держать 10 проростков. 10 всходов нет. Так. А это уже остатки стурона. Жалко было выбрасывать. Потому что семян было много. Я сеяла, по-моему, 2 пакета. Или 3. Я уже не помню, сколько было я сеяла. Ну в общем, остались. Вот семена я бросила вот в такое ведро. Высокая. Вот петельки, видите? Сторон 17-го. А петелька первая появилась 5-го марта. Вот они, петельки пошли. Ну тоже довольно-таки сходить стал хорошо. Оставили. Потому что жалко было семена выбрасывать. Я же их замачиваю. Есть видео, посмотрите. Так. Еще одно разочарование года. Но моей, знаете, семья моя сказала. Не расстраивайся, мы тебе купим колбиньки или адреса. Потому что я его хочу. Ничего не могу сделать. Решила вырастить из семян. Но не получилось у меня. Села я вот таких 2 пакетика. Вместе, между прочим, с камнеломкой в один день. И здесь ни одного всхода. Ну вот вообще ничего. Все вот мертво. Вот с этой стороны, сейчас я покажу. Видите, почва рыхлая. Я, конечно, уже подкопала. Посмотрела, как там они вообще. Ну лежат они и все. Вот не проклюнутые, не набухшие. Ничего вообще. Тоже подержу, как камнеломку, еще с недельку. Если ничего не будет, я уберу. Потому что смысл мне ждать. Буду покупать я уже, как говорится, клубеньками. И, может быть, и белый найду. И куплю вот этот розовый. Села я его 24 февраля. Видите, и ничего. Вообще ничего. Я решила так. Как раз выставка будет на ВДНХ с 18 числа. Сад Огород. Я там куплю Леатрисы. 4-5 клубеньков каждого цвета. И мне будет достаточно. Разочаровалась. Вообще, в Леатрисе очень его хотела. И камнеломку очень хотела. Но ничего не взошло. Еще такой важный момент. Это подкормка для растений. Здесь я вам посоветовать особо ничего не могу. Потому что суперсредства у меня нет. Минеральными удобрениями я не пользуюсь. Единственное, земля приготовлена с осени своя. И я подмешиваю еще биогумус. Вы знаете, у меня есть червесторатели, которые производят его в домашних условиях. Добавляю. Все. Дальше. Уход. Это, конечно же, полив. В полив я единственное добавляю HB101. Обязательно, чуть ли не каждый день я рыхлю землю. Видите, у меня здесь нигде нет корки. И брызгаю примерно 2-3 раза в неделю. Потому что в квартире выращиваю рассаду. И воздух очень сухой. Перцы я высеваю в один заход. Здесь 10 сортов. Высевала по 8, по 9, по 10 штук. Мне этого достаточно. Баклажаны тоже в один заход. Томаты я уже приготовила. Я семена возьму в деревню. Там буду замачивать. Замачиваю вот в такой плошке. На ватных дисках. Использую при замачивании HB101. И здесь у меня, наверное, 25 сортов. Я их разделила. Буду замачивать в 2 дня высевать. 8 вечером я замочу семена. 9 я их уже посею в плошку. 12 сортов. И 9 числа еще замочу, сколько у меня там в остатке получится. И уже 10 я буду их высевать. То есть в 2 этапа. Семена я замачиваю просто для набухания. Я не жду проклева. Это касается и перцев, и баклажан. Я и баклажаны высевала тоже. Только они у меня набухли. И на следующий день я высевала. Здесь у меня, видите, сколько мне подарили семян. Они такие, знаете, простенькие, но все равно. Я уже разделила эту пачку полностью. Я отдам в деревенский магазин. Там люди разберут. Здесь в основном астеры разных видов. Здесь, наверное, видов 5. И овощи здесь есть. В общем, отдам. А здесь я уже себе решила взять. Здесь зелень. Настурция. Редис. Однолетние георгинки. Я люблю такие, видите, джаварнак. Они небольшие, до метра вырастают. Свеклу. Ну, в общем, это для себя оставила. Ну, это лук я уже посеяла. Я вам показывала. Все. Вот такие. Вот такая рассада у меня на подоконнике. Все культуры я не спешу высевать. Хотя погода говорит совершенно другое. В принципе, в Москве зимы в этом году и не было. Но весна все равно обманчива. Будут и заморозки возвратные. Вообще можно ожидать все, что угодно от погоды. Поэтому я высеваю все, как обычно. Как каждый год. Всему свое время. Не спешите. Завтра будет замечательный праздник. И я хочу поздравить всех женщин. И пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть не взводы обходят стороной. А каждый день будет поводом для новой радости. Поздравляю вас и желаю вам всего самого хорошего. Заходите на канал, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok